Сегодня в Цивильском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2020 год и определили задачи на ближайшее будущее. Несмотря на пандемию, муниципалитету удалось сохранить положительную динамику и даже улучшить некоторые показатели. Например, хозяйство района сделали неплохой задел под урожай будущего года. Улучшение экономической ситуации в отрасли позволило повысить уровень заработной платы работникам агропромышленного комплекса. Большая работа проведена в сфере капремонта и строительства социальных объектов. Теперь необходимо догонять и в сфере цифровизации. У нас на сегодня госуслугами пользуется официально 28,3% нашего населения. И когда я приезжал в поселение и спрашивал у жителей в зале, скажите, пожалуйста, кто из вас на самом деле честно следит за жизнью поселения, за всеми проблемами, вопросами, заходите на сайт поселения и на каждом собрании поднимали руки 3-4 человека. Интернет в жизнь жителей нашего цивильского района надо вводить. Ситуация на рынке труда, относительно стабильная среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях за 2020 год составила больше 28 тысяч рублей. Это почти 108% по сравнению с 2019 годом. Миграционный область спадает. Сергей Федорович, это очень положительный момент. Если спадает, значит в Цивильске жить хорошо и комфортно. Значит власть реагирует на те проблемы, которые есть у жителей. А средний уровень удовлетворенности 85%. Это тоже о многом говорит. Задача нынешнего года погасить задолженность в 3 миллиона рублей за газ, увеличить количество проектов в рамках инициативного бюджетирования и ликвидировать дефицит кадров в учреждениях образования и здравоохранения.